Тимур Никулин в прямом эфире предложил Зелимхану-пулеметчику вырубить его до их предстоящего боя, на что Зелимхан начал подтягивать Никулина за слова и обещал приехать к нему, дабы тот ответил за свои высказывания. Ну давай, давай тогда посмотрим, как ты ответишь за это, вот здесь как раз нас почти 3700 человек и они живые свидетели и если ты это не сможешь сделать тогда я тебе дам и предоставлю эту возможность до боя, короче, вещать с тобой я дальше не буду, я тебе так скажу, я приеду туда, туда, где ты, как я когда-то забуду. Не то, что тебе надо приехать за одному, а не звать с собой целую толпу, как ты обещал. Ну я приеду туда один и я один для тебя буду, как толпара, поверьте. Всё, ну смотри, главное, держусь так слово. Ну и потом, чтобы после боя не кричал, вот он меня до боя вырубил. А ты не будешь говорить, что меня до боя побили, теперь после боя бил? Ты не переживай, этого не произойдет, потому что ты даже не попадешь. Ну это уже один раз произошло, я вроде не знаю. Как, как? Ну, как, как? Меня до боя побили, после боя били. Да, до боя побили, не знаю, я не почувствовал твой удар. Ты даже с нежданчиками... Я тебя щелкнул, ты как будто на растяжке подорвался, короче, отлетел. Ты знаешь, ты уже... Короче, друг, давай, короче, ты сейчас щелкнул. Ты не тот пулеметчик, который тебе был ранен. Давай вот я посмотрю, как я вот за твои слова, я чисто цепляюсь за них. До боя говоришь, давай, до боя, посмотри. Я тебя в любой момент жду, когда ты приедешь, разницы нету. Ты знаешь, где я нахожусь? Я тебя буду... Я знаю, где ты находишься, мне это вообще... Пять секунд найти тебя, не проблема, тем более на Кавказе уже. Здесь многие знают, где я нахожусь. Тогда жди меня просто, жди меня как бы. Не знаю, наш телефон 937-9992, жди меня и надеюсь, я скоро буду. Ты, главное, свой телефон все раздаешь, да? Ты так же смеяться будешь, я посмотрю, как ты мне в лицо будешь смеяться. Хорошо, и я посмотрю, как ты приедешь. Сначала ты приедешь, а мы потом... Давай, на днях, жди меня тогда. Как ты, главное, скажи, как тебя вырубить? По печени или по челюсти? Ну, это уже я тебе там самому дам выбрать. Угу. Все, договорились. Главное, печень. Иди, выспи себе, тебе надо поспать. Ты же спортсмен. Да нет, я свеж зеленый. Вот так не делай, а тут купаться нужно. Купаешься? Я про тебя говорю. Я приеду, я тебя искупаю, ладно, да. Все, давай посмотрим. Давайте, да. Обнял, поднял и зарыдали горы. Что думаете, это все пустой треп или действительно парни сдержат свои слова и проведут поединок до официального боя в правде? Пишите, за кого топите в данном противостоянии. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и всегда будьте в курсе новости мира поп ММА и кулачных боев первыми.